здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама на канале к рт с вами я даниил богатырев и сегодня у нас будет специальный выпуск он пройдет в формате диалога с дмитрием джангировым политическим экспертом здравствуйте добрый день первая тема которую хотелось бы обсудить касается того самого нашумевшего ареста романа протасевича в минске и последующих событий в международной политике ну мы знаем что уже ряд стран запретили своим авиакомпаниям пролеты над территорией беларуси а также запретили белорусской авиакомпании белавиа залетать в свое воздушное пространство это и польша и литва и украина вот наша родная так сказать как по вашему какими последствиями чреваты подобные запреты для политики в восточной европе для политической обстановки а также для рядовых граждан будут ли новые какие-то транспортные запреты возможно нас ждут железные занавесы в восточной европе или что-то в этом роде вы знаете что ну в железные занавесы вряд ли кто-то будет играть что-то могут объявлять на эту тему конечно но вот когда мы говорим про те же страны балтии я всегда очень неполиткорректно шучу что три балтийских тигра это партизанский отряд с одним предателем и на этот раз особая позиция у эстонии которая не закрыла свое воздушное пространство а сказала что она будет действовать так как решит в общем-то еврокомиссии может быть она просто не спешит к действовать бежать бежать впереди паровоза она не собирается а потом нам наш так сказать кулеба рассказывал какая будет большая экономическая выгода украине от того что будут летать через украину они через белоруссию я вам скажу уже сегодня вот мы с вами разговариваем пару часов назад пришло сообщение что облетать белоруссию будут через прибалтику европейские компании не через украину тоже такой ну скажем мелочь но показать что еще вот вы знаете как бы я сторонник такой метода событий маркеров людей маркеров ну или институции маркеров и вот возможно это не точно но я вот и схожу везде где светится белинкет это там интересы британии в последнее время белинкет засветился со своими расследованиями в отношении чехии взрывов при том что ну судя по всему там мимо кассы потому что владелец этих вооружений которые были на этих складах хотя устаревших вооружений болгарский торговец сомнительная репутация но тем не менее так как он работает на правильных белых джентльменов у него проблем немного он говорит что это была попытка скрыть воровство его вооружений и он же выкатал чешской республике иск там на сумму по моему 3 7 миллиона долларов там общие и так же как белинкет в деле с задержанным белорусским оппозиционер они сразу начали доказывать что это не он на фотографии в журнале черное солнце и что-то еще вот но тут интересно я тоже вы знаете на глаз я не могу определить кто там изображен именно ли протасевич или кто-то на него похоже ли это вообще как бы результат такого фотошопа какой-то усредненный персонаж но сам факт того что прибежал белинкет на достаточно ну частный случай потому что протасевич достаточно много сам упоминает о своей деятельности в азове у него есть фотографии азова с шевроном озона более того а он давал интервью белорусской радио свобода редакции радио если я не ошибаюсь это была наша нива издание наша него публиковала интервью с ним под псевдонимом ким да но я это но я это видел и на белорусской это радио свобода не имеет значения да но там фотография да там лицо замазано но эта фотография которую протасевич сам у себя хранил в телефоне но опять же это все не имеет какого-то значения мне интереснее роль великобритании потому что великобритания сразу же так сказать выступила с идеей ввести санкции против россии при этом наиболее болезненные не только северный поток 2 перекрыть строительство но и перекрыть вот этот из ямала который идет в западную европу кстати он идет через польшу что я думаю поляки не обрадовались такой инициативе они хотя там все время говорят о сокращении вроде бы как и сокращают понемногу потребление российского газа хотя судя по всему альтернативой будет сжиженный газ и даже если его поляки будут закупать в штатах поступать он будет с большой вероятности из услуги по замещению что уже несколько раз было как с польши так и с со странами балтии так и из еще с некоторыми странами европы но это тоже опять же отдельная история но самую большую так сказать реакцию такую причем ну как мне кажется таки неадекватно радикальную все таки опять демонстрирует британия видимо все таки помечает так сказать британский лев помечает свой новый ареал влияния восточную европу вот эту дугу между британией и турцией но как бы так сказать британский лев в поиске своего геополитического пусть локального но достаточно серьезного проекта но этот проект наиболее конфронтационен потому что это вид вот как раз ну вы сказали железного занавеса ну скорее всего все таки такой санитарного кордона между россией и германией в общем то она не может хорошо закончится для государств находящихся в составе санитарного кордона вот это очень важный тезис особенно учитывая то что украина так и рьяно ринулась значит бичевать беларусь по этому поводу вот не может хорошо закончится украины своя как ни странно украины своя логика мне тоже кажется что она ущербно но во всяком случае логика в этом есть есть такое странное убеждение на банковые что если перенести из минска переговорную площадку бс яшную то что мы называем трехсторонняя контактная группа ткг то в результате этого появится возможность изменить условия как-то минских соглашений что вот мешает платформа ну как это как шутят дипломаты плохому дипломату площадка натирает где-то но и эта идея старая и и двигал кравчук и сейчас кравчук вот а в очередной раз заявил но уж теперь то точно нельзя вниз буквально сегодня с утра он об этом сказал да 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 я вам честно скажу что кроме затяжки какой-то временной я никакой выгоды для украины не вижу а исходя ну из моей точки зрения что время играет против украины ну и в общем то в очередной раз можно убедиться так ждали байдена так ждали байдена так обрадовались когда он назвал путина киллером ну кстати точнее говорить именно киллером а не убийцы потому что в английском языке есть нюансы между этими понятиями ну так вот хочет встретиться с киллером ну наверное обсудить несколько новых заказов разместить надо вот там парочка плохих парней которые хуже чем киллером в общем то вызывают так сказать недовольство и вот надо с ними что-то ну наверное и вот как бы никуда ничего не сдвинулось а уже в сентябре если не ошибаюсь ну осенью на выборах в госдуму произойдет с большой степенью вероятности следующий шаг интеграции неподконтрольной части донбасса в российское правовое поле это участие жителей донбасса в выборах в госдуму при том что конечно что-то произойдет она может произойти только с нарушением суверенитета украины в том смысле что россия это признает эти территории украинскими официально признает но провести на них голосование не имея официальных институции например консульство или разрешение украины конечно легитимно нельзя но значит россия будет действовать от хок на самом деле что-нибудь что-нибудь придумать уже во всяком случае сложно себе представить что и будут вывозить эшелонами в день выборов в ростов чтобы они там проголосовали так сказать ну не только в ростов в том числе в донецк который с российской территории прямо приграничный городок и еще ряд таких же ну скорее всего будет организовано на территории самопровозглашенных республик это голосование но опять будет большое возмущение со стороны украины отказ признавать выборы но опять же вот в россии достаточно много назначений делается парламент мы можем там много раз объяснять что это как путин захотел так оно и будет но тем не менее формально утверждение правительства состава правительства вместе все это происходит в парламенте но вот же интересно если мы не признаем парламентские выборы мы не можем признавать не только премьера россии но и министра иностранных дел но по логике да безусловно безусловно но не можем потому что это для нас ничтожено это назначение но мы же вот титулуем как министр иностранных дел российской федерации встречаемся с ним а наши политические там советники или эксперты встречаются с людьми назначенными человеком который чье назначение для нас ничтожено ну так а в чем смысл тогда не признавать выборы в российской федерации ну раньше мы не признавали за того что они в крыму но знаете у нас уже пытались не признавать лукашенко и где-то писали даже в каких-то изданиях так называемый президент беларуси или самоназначенный президент беларуси ну сейчас самопровозглашенным называют я хочу сказать сейчас он еще перекроет ряд схем контрабандных даниил ну у нас во всем мире очень большой разрыв между словами и делами но мы здесь как вот наш президент сказал что в борьбе с ковидом мы мастера спорта как вы помните да вот назад он такое сказал ну вот наверное мы в разрыве между делами словами тоже где-то вот такие крепкие мастера своего дела и в создании дипломатических проблем ну самим же себе нас да да я о том и говорю одно дело задаешь проблемы оппоненту ну это да да это искусство когда проблемы себе а потом делаешь вид что ничего не произошло ну хорошо а вот по поводу лукашенко такой вопрос недавно буквально после этого случая он выступая перед белорусским парламентом заявил о том что европа по сути сама подтолкнула своей реакцией беларусь в объятия россии но также он заявлял и о том что беларусь не будет вливаться в состав россии что это все досужие домыслы а якобы есть некие другие планы по интеграции вот как на ваш взгляд как будет проходить вот эта российская белорусская интеграция в сложившихся условиях вы знаете что любым прогнозом об интеграции тем более но интеграционных карт уже было множество и сейчас какие-то на столе препятствуют фактор того же самого лукашенко на самом деле и лукашенко обостряя ситуацию в каких-то в каких-то моментах зачастую больше словесно чем деятельно с тем же западом он демонстрирует и россии свою незаменимость и непотопляемость я не сомневаюсь что россия хотела бы какую-то замену какой-то вариант лукашенко лайт при котором бы менее декоративным был бы парламент чуть более независимыми был там премьер ну и вообще более того и можно было бы напрямую работать с белорусским обществом ведь лукашенко пресекал все попытки россии работать с белорусским обществом например лукашенко сажал по вот был известный процесс по пророссийским белорусским журналистам которые обвиняли власть в национализме они я помню получили сроки я не помню сидели ли они реально вот честно извините я так вот по-моему все-таки там о чем-то договорились но он серьезно показал что и пророссийскость она тоже монополия власти его лично он отмеряет насколько власть пророссийская насколько власть националистическая и то есть есть правильные пророссийские политики это которых он контролирует есть правильные националистические политики это которых он контролирует например конопадская а есть остальные неправильные и под раздачу попадали и более того и сейчас, в общем-то, есть пошел процесс партийного строительства с оглядкой на будущее. Ну, ожидается, что будут партийные выборы. Ну, и там есть партии, например, из пророссийских, которые в большем фаворе, и есть, которые в меньшем фаворе. Вот с этими связаны все вот эти, так сказать, нюансы, которые происходят. Сейчас Лукашенко фактически зеркалит Зеленского, ну, или, можно сказать, официальный Минск, зеркалит официальный Киев. В том смысле, что теперь Лукашенко себя представляет передовым бастионом евразийства, то есть борьбы с Западом. Ну, а Зеленский защищает Европу от российской агрессии. Ну, впрочем, это уже переходящая риторика с Петра Алексеевича, что называется. Но, тем не менее, ее легко воспринял и сам, так сказать, президент Зеленский. Вот на фоне всех этих геополитических, скажем так, событий в Восточной Европе поступило сообщение о том, что 16 июня Джо Байден встретится с Владимиром Путиным в Женеве. Уже известна примерная конва переговоров, о чем они будут говорить. Ну, первое, это вопросы стратегической стабильности, то есть ядерного, неядерного разоружения, договора о контроле над вооружениями и тому подобные вещи. Второе, международная обстановка и региональные конфликты. А, ну, еще вопрос пандемии, наверное. Вот как вы считаете, по каким из этих вопросов, помимо стратегической стабильности, по которой, в общем-то, уже договорились, продлив СНВ-3, есть реальные шансы на деэскалацию? Потому что на сегодняшний день обстановка все-таки в двусторонних отношениях и в отношениях союзников в России и США напряженная. Вы знаете, что и по стратегическим вооружениям есть достаточно много вопросов, например, по, так сказать, гиперзвуковому оружию есть о чем поговорить. Ведь, конечно же, была эпоха, так сказать, когда рассказывали, что это все мультфильмы, демонстрация российского гиперзвукового оружия сейчас. Абсолютно серьезно это все воспринимается. Вот, вы знаете, допустим, там русские либералы, ну, например, вот двоюродный брат покойного Немцова, который в Германии сидит, он, например, там высмеял, что про боевых роботов и показывал, что там в России объявило про боевых роботов, что разрабатывает. А он сказал, что это вот такая игрушка есть, боевые роботы, значит, и вот сколько на них там Шойгу заработает. Ну, вы знаете, вот, по-моему, вчера или позавчера на Ньюс Вики вышел большой обзор о том, что есть опасения у Запада, у Соединенных Штатов, у военных по поводу производства вот этих боевых роботов, потому что они совместно производятся, что программы по их производству, они российско-китайские. То есть... И боевые роботы уже испытывались в Сирии. Кстати, боевые роботы испытывались в Сирии. Ну, вы знаете, вот это я как-то момент пропустил, но вы следите за... Были репортажи, да. И к этому всему, и к этому всему относятся серьезно. Поэтому достаточно много есть вопросов и по гибербезопасности. Это сейчас вопрос глобальной безопасности. Потому что фактически, ну, можно что-то нехорошее сделать с атомной станцией, даже с, так сказать, хакерской атакой. Ну, не говоря о том, что израильские хакеры демонстрировали атаки на иранские ядерные центры, которые намного опаснее, чем атаки, ну, террористические, которые тоже Израиль организует в отношении иранской ядерной программы, в том числе и в отношении непосредственно центров ядерных. Я так понимаю, что по вопросам экологии, скорее всего, Россия поддержит в целом Байдена, на самом деле, с точки зрения там выбросов и всего прочего, ну, я как-то уже говорил, что Россия с учетом территории, на которой она находится, в общем-то, не так много взноса России в эти все парниковы или там прочие эффекты, для России может стать болезненным вот этот, ну, карбоновый налог, экологический налог, налог на карбоновый след, вот как его называют, но вы знаете, что тоже есть расчеты, что, ну, он тоже не настолько уж, ну, как по сравнению с санкциями секторальными, ну, это не так страшно, тем более в обсуждении этого налога, в общем-то, возможно, Россию пригласят и поучаствовать, как все-таки крупного поставщика углеводородов. Что касается региональной безопасности, конечно, здесь подходы разные, существенно разные. И, наверное, будет тема и Украины, и Белоруссии, но, как мы видим, вот предварительные шаги, которые Соединенные Штаты делают, они демонстрируют некое, ну, с точки зрения Кремля, они примирительны. С точки зрения, конечно же, Банкова и Кулебы, они, ну, в общем-то, Кулеба, говорит, не понимает, как Украину могли не пригласить на саммит НАТО. Да-да-да. Ну, так сказать, у Блинкина спроси, как можно было. Вот так Байден сказал не приглашать. Никто и не пригласил. Понятно, что если бы Штаты хотели пригласить, они бы это продавили. Даже если было бы неблагоприятное решение там по ПДЧ, это другой вопрос. Так как там решение все равно консенсусом. Большинство решений принимается консенсусом, особенно вот такие. Но это значит, Штаты не хотели. Решили не обострять в преддверии встречи, да? Да. Так же, как вот Северный поток-2. Опять же, к сожалению, у нас многие думают, что Украина является неким субъектом переговорного процесса вокруг Северного потока-2. Вы знаете, что я это уже говорил уже с момента избрания, даже еще фактического избрания Байдена, что даже Россия в этом процессе с Северного потока-2 и блокирования страны Штатов является второстепенным участником. Это, так сказать, переговоры об будущем отношении США и Германии. И Байден сделал, так сказать, выбор в пользу улучшения отношений с Германией после Трамповской всей этой чехарды. Ну, а Северный поток-2, вот опять же, не является для Байдена столь принципиально его блокирование, как для Трампа. Потому что Трамп планировал жиженый газ втюхивать в Европу. У Байдена, который переходит на экологическую программу и огромные деньги вкладываются в зеленую сделку, как они ее называют, зеленый путь. А как раз сланцевый газ и вообще добыча нефти, она, ну, скажем, в значительной степени снимается с довольствия государственного. В отличие от времен Трампа и, в общем-то, предполагается, что будет существенно падать добыча в Штатах нефти, как традиционной, так и то, что касается сланцевой. Поэтому ему это и предложить особо нечего. Но это я тоже рассказывал уже буквально 9-10 ноября, когда, ну, стала склоняться чаша весов одноглазой американской эфемиды в пользу Байда. Ну, потому что одним глазом она, так сказать, следила, чтобы Трамп ничего не нарушил, а вот отсутствующим глазом должна была следить за тем, чтобы ничего не нарушил Байден. В общем-то, она обошлась без повязки. Или повязка была только на одном глазу. Я уж не знаю, как там у них, так сказать, когда Фемида тоже там, так сказать, неоднозначно действует. Да-да, безусловно. Поэтому Байден сделал выбор в пользу нормализации отношений с Германией. И заметьте, у Байдена, Байдена и Блинкен пока не выстраивают каких-то особых отношений с Восточной Европой. Часть государств, из которых, в первую очередь, Польша, там Венгрия, они, Словакия, они ориентировались на больше Трампа, на вот эту позицию. Именно потому эту нишу перебирают британцы. Да, как это, геополитика не терпит. Так, опять подвисает. Да-да. Геополитика не терпит пустоты, и поэтому там начинают туда входить активно британцы в это пространство. А Байден все-таки со Старой Европой выстраивает свои отношения. Более-менее успешно. Что касается украинского кейса в переговорах Байдена и Путина, я скажу очень такую печальную для наших патриотов мысль о том, что он во многом зависит от того, насколько успешными будут другие переговоры по другим вопросам, насколько там смогут достигнуть договоренности Путина с Байденом. На благоприятном фоне вполне возможно и по Украине будет принято решение по некой деэскалации ситуации, и Соединенные Штаты вполне могут влиять на позицию Банкова, и на позицию парламента, и на позицию правительства. А Леонид Макарович Кравчук и так поймет, какой позиции держаться. «Знаете, говорит, как это, самым лучшим капитаном парусных судов, безусловно, был бы Флюгер, если бы умел думать». Ну вот, Леонид Макарович уж во всяком случае направление, куда корабль поплывет, он первым сообразит и что-то по этому поводу даже скажет на «Украина-24» с утра. Разумеется. Но, тем не менее, деэскалация, она ведь не означает мирного урегулирования и даже продвижения по пути. Нет, нет. Ну, Соединенным Штатам, поверьте, если Соединенные Штаты, допустим, решат, что несколько меньше их интерес в Украине, как в либо буфере, либо таране, либо фронтире против России, так сказать, да, они могут снизить, так сказать, своим влиянием степень эскалации. Урегулировать никто не будет за Украину. Ну, они дадут добрый совет, блин. Ну, подождите, ну, приезжал же Байден в 15-м году, давал добрый совет, что не надо бояться, так сказать, это, как он сказал, федеративных самоуправляемых штатов, стейтов. Да-да, слово «Штаты» точно звучало. Не надо бояться, так сказать. А, в общем-то, как хотите, так и урегулируйте, чем мы вам это, чем мы вам можем помочь. И добрым словом, да. Да-да. Мы на вашей стороне. Ну, вот вся история. Да у Байдена хватает проблем внутренней повестки дня. Хватает. Внешне, Трамп такое наследие оставил, внешнеполитическое, что там грести не перегрести. Ну, вот еще такой момент, в который, да, для штатов он был интересен с точки зрения, так сказать, противостояния России, ограничения, стратегии ограничения. Но если будут какие-то договоренности, на какие-то стратегические будут выходить договоренности, например, штатам станет понятно, что Россия, в общем-то, будет держать нейтралитет в их противостоянии с Китаем, то вполне возможно. Никто сдавать Украину не будет, не надо этого тоже бояться почему-то. Никто не сдаст, но, во всяком случае, интерес потеряют. Ну, может, кредиты перестанут давать. Ну, это же не страшно. К тому времени наши экономисты же запустят экономику так, что она будет сама развиваться быстрыми темпами, и мы будем, так сказать, магнитом для притяжения инвестиций со всего мира. Рынок земли, опять же, как говорит Милованов. Я же близко к тексту излагаю экономическую программу. Да, по сути, экономическая программа Милованова, то, о чем он говорит вот на эфирах обычно, что рынок земли позволит привлечь дополнительные полтора процента роста ВВП, ну и так далее. Феерический экономист. Да, уж действительно. Причем, причем, рынок земли на глубоком спаде, при этом, что земля, она, ну, имеет свои особенности. Это не промышленность. У земли свои особенности. Ну, послушайте. Киевская, послушайте, ну, Киевская школа экономики, можно сказать, наш Гарвард. Да. Даже Винницкая школа экономики была посильнее, скажем так. Вы знаете, что она практическая и прагматическая, поэтому даже в ней можно находить нечто рациональное. Понимаете, Гройсман, как человек, владевший рынком настоящим, то он, как минимум, знает, что надо включать время от времени логику. Больд, мне казалось, что он вообще ее не выключал. Просто не всегда логика, которая у тебя есть, из опыта, она действует в больших системах. Это, наверное, была проблема масштабирования у Гройсмана. Но сказать, что у него не было лун, нет. Я такого, я там к нему негативно отношусь, но такого я про него не скажу. А у Милованова, понимаете, такая чистая, либеральная, незамутненная теория, свободная от всякой мысли. Либертарианская даже, я бы сказал. Получительских построений, так сказать. Освободите невидимую руку рынка, и она все, где надо, все сделает. Переложит из чужих карманов в мой, что ли. Ну да. Еще одна тема, которую я хотел бы обсудить сегодня, касается Индии. Интересный там был принят закон, ограничивающий социальные сети. Ну вот, если вкратце изложить его содержание, то он предусматривал соответственно предписание социальным платформам об удалении контента, который противоречит национальным интересам Индии, который подрывает национальную безопасность, который вреден для детей и подрастающего поколения. Вот. А также там присутствовала норма относительно приватности данных пользователей. Это же, в общем-то, основное, на чем зарабатывают вот эти технологические корпорации. Они собирают данные своих пользователей, а затем продают их рекламодателям, спецслужбам, кому угодно, по сути. И вот что самое интересное, американские некоторые компании даже согласились соблюдать эти правила, ну на словах, по крайней мере. В частности, об этом заявил Google, Facebook заявил о том, что будет вести переговоры с индусами по поводу правил, но предварительно согласился их соблюдать. А вот компания WhatsApp, тот самый мессенджер, который также принадлежит Фейсбуку, решил судиться с индийскими властями и подал в суд в Нью-Дели по поводу этого закона. Как вы считаете, почему именно сейчас в Индии был принят такой закон и как он повлияет на политические взаимоотношения с США? Ведь мы знаем, что эти технологические корпорации очень тесно связаны с демократической партией. Давайте начнем с того, что Индия обладает своими достаточно высокими ресурсами в сфере IT-технологий. И во всяком случае какую-то свою национальную замену этим всемирным сетям тоже может сделать. В том плане, что угрозы со стороны Индии, они не безосновательны. И мнение Индии вынуждено учитывать эти IT-гиганты. Это с одной стороны. С другой стороны, в этих фермерских протестах против политики премьера Моди мы сейчас не будем обсуждать что справедливые были эти протесты фермеров достаточно. То есть было за что. Но сам факт, что стало очевидным международное вмешательство в координацию этих протестов. А в общем-то товарищ Моди, он конечно демократ, но пока это не касается его лично. И в общем-то они занялись этим вопросом. Как вы помните, даже был прокол у Греты Тунберг, когда был по ошибке темник опубликован у нее. Да, да, да. В открытых источниках, в соцсети где-то она опубликовала темник. В соцсети вместо того, чтобы ее заявление, они дали вот это, ну то, что им дают для работы, так сказать. Не тот текст. Ну, тезисы, которые нужно озвучить, да. Озвучить, да. Заготовка была с разъяснениями опубликована. И, так сказать, понятно, что диктат вот этих гигантов Фейсбука, Гугла, там прочих, он напрягает многих. И фактически формируется коалиция против, то есть национальное государство против, вы знаете, что, ну вот эти IT-гиганты, ну это же продолжение, скажем, вот этого мирового либерального порядка, так сказать, космополитического капитала. Да, он связан с демократической партией США, но это только часть его, это, грубо говоря, там американские офисы. По всему миру они разбросаны. Более того, у них есть и сторонники в Индии, так сказать, даже в Китае руководствуют, хотя от них там стараются избавиться и оттеснить, но во всяком случае время от времени в Китае появляются. Ну и в других странах, но в постсоветском пространстве особенно много, так сказать, сторонников или сателлитов вот этих, вот этого либерального мирового порядка. И фейсбук, ватсап, все-все-все вот эти сети социальные, конечно, это инструментарии либерального миропорядка, с которым борются те национальные государства, которые чувствуют в себе силу, возможность дать какую-то, возможно, эрзац, но альтернативу. Ну и, конечно, они не хотят внешнего вмешательства в свои дела, а это, конечно же, внешнее вмешательство. Безусловно, я на примере фермерских бунтов против моди просто привер один из примеров, а по другим небольшим государствам мы можем сами привести примеры. Ну, например, телеграм-канал «Некста», его влияние в организации протестных действий в Белоруссии. Или, например, тот телеграм-канал «Сапегу», который ввела это, так сказать, сливание данных силовиков белорусских и чиновников в сеть, ну, понятно, для чего это делается. Так что, я думаю, что это один из элементов борьбы боли, то заметьте, на Фейсбуке тоже произошла интересная перемена в эти дни. Вот Фейсбук перестал банить за посты, касающиеся искусственного происхождения коронавируса. Это связано с тем, что в Штатах опять вернулись, причем официально, как одной из версий его искусственное происхождение. А как же можно банить, если это же не Трамп какой-нибудь что-то говорит об этом, а об этом говорят, ну, администрация Байдена. Ну, как минимум, как один, одна из равноправных версий. И они, так сказать, требуют изучения этого вопроса, и Байден же, и спецслужб требует докладов на эту тему. Ну, вот Фейсбук, так сказать, взял под козырек. Если раньше было, что это вирус, так сказать, какого-то случайного природного происхождения, и других версий быть не могло, то скоро, вы знаете, что, я же не уделю, что следующая стадия, когда Фейсбук начнет банить за посты о том, что это природного происхождения. Да-да, ну, когда, собственно... Единственная, будет возможна версия, что это искусственного происхождения. Когда спецслужбы США опубликуют доклад, что китайцы все это произвели, тогда... Естественно, естественно. В рамках противостояния с Китаем, конечно же. Да, конечно. Поэтому, ну, знаете, мнение соцсети, это мнение ее хозяев, при этом хозяев с большой буквы, то есть настоящих хозяев. Ну, конечно. Вот в этой связи возникает сразу же вопрос. Мы же понимаем, что Индия является, ну, одним из основных форпостов Соединенных Штатов в его противостоянии с Китаем. По крайней мере, США хотят так ее воспринимать и хотят из нее сделать такой форпост. А как повлияет вот эта ситуация с ограничениями для американских соцсетей на вот такое политическое использование Индии? Вы знаете что? Индия все время демонстрировала, что она готова быть союзником США, но суверенным союзником. И в этом плане, ну, Байден как человек 20 века и человек реал политик, а не идеологической политики, я думаю, что это для него нормальная ситуация. Я думаю, что Соединенные Штаты пойдут на уступки, ну, вернее, сети пойдут на уступки. Им важнее, им важнее хорошее отношение с Индией в нарастающем противостоянии с Китаем, чем, так сказать, свобода, при этом, мы понимаем, свобода в кавычках социальных сетей, американских социальных сетей в Индии. То есть, я думаю, что компромисс вполне возможен. Я не думаю, что это может серьезно омрачить американо-индийские отношения. Более того, Индия, так сказать, делает закупки вооружений и в России, и особо, так сказать, не спрашивает Штаты. Индия закупала иранскую нефть, и даже Трамп, который очень к этому болезненно относился, никаких дополнительных санкций не вводил, а фактически подсанкционную нефть. Индия многое делает то, что считает нужным, потому что у нее своя философия, свое видение мира. У них геополитика индийская – это трех кругов. Я, по-моему, как-то рассказывал на какой-то из программ. Ближний круг – это, так сказать, отстаивание национальных интересов. Ну, на самом деле, везде это фактически вступает в антагонизм с Китаем, то есть в ближний круг. Ну, либо с Пакистаном, по сути. Китай – Пакистан. Ну, либо с Пакистаном, но сейчас Пакистан достаточно близкий союзник Китая. Я уже рассказывал, именно поэтому поднимается мусульманский фактор, преследование мусульман в Китае, чтобы отвадить от Китая мусульманскую улицу, так называемую, Ярославскую. Второй круг – это отстаивание экономических интересов. И третий круг – это уже весь мир, отстаивание статуса мировой державы. Вот Индия так видит. Если они мировая держава, то в отношениях с Соединенными Штатами они как бы рамки продвижения соцсетей американских они устанавливают у себя и правила у себя. А в рамках, конечно, ближнего круга, да, им нужен союзник для противостояния с Китаем. Есть прокитайские государства, есть проиндийские государства. Очень важна для Индии, для Индии очень важен Иран, но видите, его тоже вроде бы как Китай перехватил, поэтому нужна опора в виде Соединенных Штатов. Ну что ж, на этом я благодарю вас за беседу. Будем завершать наш разговор. Дмитрий Джангиров был в гостях у Международной Панорамы. Я благодарю вас всех за внимание. И до новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнали Симон.